Абдул-Муталиб После того, как Абдул-Муталиб, дедушка пророка, когда была защищена Мекка Всевышним Аллахом от тех, кто пришли на слонах разрушить Каабу, и этот год был назван как раз таки годом слона, Абдул-Муталиб, у которого было много сыновей, и один из его любимых сыновей был Абдулла, которого он женил на Аминат, дочь Вахба. И после того, как Абдул-Муталиб женил своего сына на своей будущей невестке Аминат, в этот же год родился пророк, саллиллаху алейхимасалям, в год слона, и рассказывает про беременность Амины, то есть когда Аминат была беременна, ее муж Абдулла, отец пророка, саллиллаху алейхимасалям, отправился в путь, и будучи еще в утробе, пророк стал сиротой, то есть лишился отца. И Аминат рассказывает про свою беременность следующим образом, то есть что она не чувствовала никаких болей, у нее не было тех признаков, как бывает обычно у беременных женщин, рассказывает, что она видела разные сны, и подобного рода сны видел и Абдул-Муталиб, который видел однажды сон, что из его позвоночника выходит цепь, которая достигает небес, а потом опять спускается, и что какой-то нур, то есть свет, который идет по цепочке вверх, что этот нур доходит до него, касается его и времени, в котором он будет жить. И он встречал пророков во сне, как и Аминат, которые говорили, что в скором времени родится у вас ребенок, который будет царем всех пророков, который будет царем людей, пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И будучи беременной, Аминат видела подобного рода сны, что видела признаки пророчества пророка уже во сне, что родится такой вскоре ребенок. И Абдуль-Муталиб, также видя сны, когда он говорит, в ночь рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда он был в Каабе, он увидел, что Кааба задрожала, и что все идолы, которые находились там, они упали и разбились. Когда родился посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорится, что огни, которые горели тысячи лет и которым поклонялись, они потухли, идолы были сломаны. И говорится, что в этот день животные заговорили, курайшитов, и говорили о предзнаменовании того, что родился великий пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И ангелы, когда родился пророк, говорится, в помощь Амины Всевышний Аллах отправил Ассия, это жена Фирауна. Когда рождался пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Всевышний, не спасал тех людей, которые будут помогать ей принимать роды. И когда родился пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорится, что дом пророка был озарен нуром, светом, и все не знали, откуда он исходит. Ангелы, говорится, что ангелы начали посещать пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть делать зиарат. И даже когда Абдул-Муталиб, увидев этот свет, когда понял, что родился пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправился домой к Амини, и один человек вышел ему навстречу, угрожая тем, что если он зайдет, то он будет вынужден принять меры по той причине, что сейчас время посещения ангелов, а не людей. То есть таким образом Всевышний эту ночь обособил. Это было 12-го рабиу аль-ауэля в год слона. И было очень много знамений, которые в эту ночь произошли как для верующих, так и для неверующих. И все те, кто знал об этих знамениях, они их увидели.